От всего в мире к этому часу известно о 89197 выявленных случаев заражения коронавирусом наиболее чем в 60 странах мира. Сегодня стало известно о первых случаях инфицирования в Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре. Поднебесная COVID-19 унес около 3000 жизней, общее число инфицированных там 80 тысяч. На втором месте после Китая Южная Корея с более чем 4000 инфицированными и 26 погибшими. В Европе крупнейший очаг заражения Италия. Там из-за вируса погибли 34 человека. Тесты у более 1500 человек показали положительный результат. У вернувшегося с отдыха в Италии россиянина также подтвердили коронавирус. В Москву молодой человек вернулся 23 февраля. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас пациент изолирован. Между тем растет число казахстанцев, желающих покинуть охваченную коронавирусом Южную Корею. Однако билетов нет. Их уже раскупили. Владислав Цоя о проблеме логистики. В деревне, что в 50 километрах от Сеула, свой самолет до Нур-Султана несколько дней ждет карагандинец Максим Вагнер. Два года назад он создал в Корее компанию по поставке автозапчастей. По работе ему приходится несколько раз в год ездить домой. Коронавирус уже помешал бизнесу и теперь угрожает его жизни. Рейс, который должен был состояться на прошлой неделе, перенесли на март. Сокращение рейсов не нужно было делать, потому что если было определенное число желающих, они тем не менее в любом случае будут пытаться уехать теми или иными способами. И чем дальше они здесь будут находиться, тем больше риск возможного заражения. В одной из туристических компаний подсчитывают убытки. Больше 500 ее клиентов отменили поездку в Казахстан. Южнокорейцев отпугивает сокращение количества авиарейсов и непонятная ситуация с карантином. Если бы власти Казахстана заранее объявили бы о карантине, четко расписали бы правила, нам было бы легче. Сейчас самый сезон для туристов. С января по март в вашей стране много снега, поэтому среди южнокорейцев популярны лыжные туры на Чембулак. Посольство Казахстана в Сеуле просит казахстанцев, проживающих в Корее, встать на консульский учет, несмотря на статус пребывания. За несколько дней зарегистрировались полторы тысячи человек. Но это по-прежнему мало, учитывая, что по данным нашего МИДа, в стране сейчас около 35 тысяч казахстанцев. Между тем, билеты на мартовские авиарейсы из Сеула в Нур-Султан и Алматы забронировали больше двух тысяч наших соотечественников. Но на всех мест в самолетах, увы, не хватит. И кто-то будет вынужден лететь через третьи страны. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.